Итак, по вашему запросу можно ответить следующим образом. Вы хотите заинтересовать молодого человека так, чтобы при этом не особо проявлять инициативу. Это значит, что общаться с человеком вам необходимо так, чтобы он чувствовал, что вы проявляете к нему интерес. Но какой интерес? Не как к мужчине, конечно, а именно как к человеку. Интересуйтесь тем, чем он делает. Интересуйтесь, почему, например, он пошел на данный курс. И спрашивайте о нем. Естественно, потихоньку. О чем угодно. Это здесь разницы особо не имеет. Вот о чем вы хотите его спросить, а то вы спросите. Может быть много вопросов задавать не стоит, но 1,2,3 вполне нормально. И если вы увидите, что в результате этого молодой человек начинает спрашивать у вас что-то, если вы увидите, что он в результате вот этих ваших вопросов спрашивает вас о том, как вы попали на эти курсы, почему вы хотите этим заниматься и так далее, то это будет уже как минимум проявление его интереса к вам. Дальше следует отметить, да, если вы по истечению какого-то временного вот такого вот общения предложите так, как бы скользь, незначай, типа давай вот разделим там где-нибудь, да, просто вот пообщаемся немножко. Это будет также не проявлением инициативы как женщины к мужчинам, а просто как желание человека пообщаться, побыть в компании другого, в которых, ну, ему интерес, который вызывает у него заинтересованность. Причем, делать это нужно максимально уверенно в себе. То есть, если вы будете, допустим, стесняться, мехатмианса, если у вас будет дрожать голос, например, или вы будете высказывать каким-то образом свое нервное состояние, то мужчина быстро поймет, что здесь замешано что-то больше, чем то, что вы изначально хотите представить. То есть, тут вам нужно сыграть роль, сыграть роль человека, уверенного в себе, заинтересованного в том, чтобы пообщаться с другим, которых, которого он считает разным в себе и не более там. Соответственно, если у вас есть уверенность в своих силах, то есть, вы точно знаете, что справитесь с этим. Тогда проблем нет. Если же сомнения есть, то рекомендую вам стать перед зеркалом, представить молодого человека и, смотря на себя в этот момент, раз за разом повторять то, что вы хотите ему сказать. То есть, именно то, что будет инициативой с вашей стороны, которую мы хотим преподнести как личностную. Не как интимную, а как личностную. И для этого необходимо, естественно, обработать то, как вы говорите и как вы себя ведете. Самый лучший вариант, который можно предложить вам для донесения этой мысли к человеку, это общение с код. То есть, наведение косвенное на данную мысль или идею человека так, чтобы он самостоятельно вам это озвучил. Ну, например, если вы заговорите о интересах друг друга, то есть, вы что-то у него спросите, он что-то спросит у вас, вы скажете ему, что, например, очень любите там сидеть, например, в каком-нибудь кафе и там есть какое-то любимое-любимое блюдо, которое вам нравится. Для мужчины, который ищет возможность сблизиться с девушкой, этого, в принципе, более чем достаточно. И он, если заинтересован вас, если не страдает скромностью и неуверенностью в себе, ну, только вопрос времени, когда он вам предложит посидеть в этом кафе. Если молодой человек, вы сами увидели робкий, тогда, конечно, более проблематично вывести его на какое-то открытое взаимодействие. И здесь вам предстоит, наверное, действовать более активно самой. В каком плане? В том плане, что вот то, что сейчас было описано, то есть, история про кафе, вместо того, чтобы намекать ему, вы сами сделаете открытое предложение. Посидеть. Это справедливо лишь в том случае, если человек робкий, в самом-то противном случае, подобный намек, подобные намеки ни к чему не приведут. Молодой человек просто, ну, не решится на такое вот сближение с вами. Если вы знаете и видите, что мужчина не робкого десятка, что он активно общается, у него нет проблем с общением, с выражением своих мыслей, своих эмоций и так далее, то при негативном результате вашей попытки завладеться его вниманием, то есть, вот вы сделаете намек, и он его как бы проигнорирует, да, то есть, не последует никакого предложения с его стороны, то тогда можно говорить о том, что его чувство к вам или его эмпатия к вам недостаточная цена для того, чтобы, ну, сближать отношения вот на таком уровне. И здесь вы можете лишь только продолжать с ним общаться, продолжать как можно больше у него узнавать, у него, про него же самого, может быть рассказывать что-то о себе, так, знаете, как бы ускорбиться, так вот, непринужденно, ненавязчиво, и смотреть на то, задавать ему вопросы, интересуется ли он вам. То есть, если вы им интересуетесь только в одностороннем порядке, то это означает, что мужчине все равно, есть вы и нету, при условии, что он не робкий. Если мужчина робкий, то есть, очень много в себе лежит, да, то здесь, конечно, однозначно сказать нельзя, потому что, ну, тут нужно просто проявить уже инициативу. Тогда будет видно, как он к вам относится. И последнее. Вне зависимости от того, как у вас произойдет, вот, ваше сближение, если оно будет результатом вашей инициативы, все-таки, при наличии робости, мужчины. То есть, ну, четко понимали, что такая инициатива является другой участкой, а вот дальнейшая, уже личность. И она целиком и полностью лежит, ну, на ответственности у мужчины. И если мужчина такой вот жест не воспринял, как сигнал к действию, то либо он к вам равна дружине, у него есть другая девушка уже, либо он настолько робот, что это ему не помогло преодолеть свое стеснение. И ответственно вам в этом случае нужно определить, вы хотите вообще такого человека рядом с тобой, который вот стесняется и не готов делать ради вас, ну, хоть какие-то поступки. Готовы ли вы постоянно быть инициативными? Я думаю, что нет, потому что все-таки мужчина, он, мужчина именно в том, когда проявляет себя. И вот это, в принципе, точно можно вам порекомендовать в данном случае. И надеюсь, что это действительно вам поможет. Если какие-то у вас еще вопросы остались, давайте отвечу примерно в таком же формате, только в зависимости от того, когда у меня будет время. Продолжение следует...